Всем привет! С вами Исхан и игра Genshin Impact. Так, сейчас я хочу выполнить вот это задание. Что задание, не знаю. Ну, не важно, какое у него задание я выполню. Эх, как же мне связаться с этими авторами в нынешних обстоятельствах? С кем связаться? О, путешественница, это ты. Как хорошо, что ты здесь. Мне как раз нужна твоя помощь. Дело вот в чем. Ежегодный конкурс романов издательского дома Яи вот-вот начнется. И согласно нашему обычаю, мы собираемся пригласить нескольких наших авторов для участия в жюри. Однако двое из этих из них родом не из-за надзума и здесь не живут. Как ты знаешь, путешествие сюда долго и утомительно, и привезти сюда обоих авторов будет непросто. Конечно, было бы неплохо, если бы они могли прибыть сюда, но даже если нет, с нашей стороны было бы невежливо даже не уведомить их об этом событии. Поэтому мне пришло в голову, что если бы мы могли с чьей-то помощью хотя бы передать им подарки, то это позволило бы соблюсти правила приличия. И мы могли бы сопроводить подарок письмом о будущем сотрудничестве. Ты мне поможешь? А что это за писателя? Одного из них зовут Джен Юй, а второй это Чан... О! Чан Девятый! Знакомые имена. В книге Чана Девятого по названию «Первый ученик Гухуа» повествуется о первом ученике известной школы боевых искусств в Ли Юй и девушке из-за надзума, которую он взял в младшую ученицу. На мой взгляд, тема и сюжет уже немного устарели, но роман пользуется достаточно популярностью у читателей, чтобы поддерживать продажи. Мы часто просим людей, чтобы они в письмах к Чану Девятому предлагали изменения, которые он может внести в будущие работы. Это могло бы помочь ему совершить прорыв, но мы так и не дождались от него ответа. Возможно, письма потерялись в пути или... Кто такой Джен Юй? Этого я не знаю. Скорее всего, это псевдоним. Но произведение легенды о клинке – это же сенсация. И описание мира, и сюжет по-настоящему всколыхнули литературный мир. Так, а где мне искать этого писателя? Я полагаю, что этот писатель тоже живет в Ли Юй. По словам странствующего торговца, который привез тут книгу в Энадзуму, он впервые нашел этот текст в книжном магазине Вань Вань. Я думаю, что раз спросить сотрудников книжного магазина Вань Бэнь, ты сможешь найти этого автора. Однако, ну, пока это не важно. Вот подарки и письма. Я передаю их твоей надежной руки, путешественница. Вот Чана Девятого я знаю, а вот кто такой Джин Юй, я действительно не знаю. Так, мне нужно, значит, сейчас поговорить с Чаном Девятым. Аратаня, редактор издательского дома, я ей, кажется, нуждается в помощь. Окей, давайте сейчас отправимся к Чану Девятому, а там, если это будет необходимо, попытаемся узнать, кто такой Джин Юй. Чан Девятый у нас, насколько я помню, он находится где-то... А, нет, я думал, он где-то здесь, но да, ну ладно. В любом случае, мы его сейчас найдем. Там, правда, к нему залазить надо будет высоковато, но ничего, залезем. Нам не впервые лазить по горам, по лестницам и прочим... Впрочем, с трудностями, короче. Преодолевать всякие трудности нам не впервой. Так, двигаемся вон туда. Чана Девятого мы знаем. Правда, он вряд ли придет на этот конкурс или что ли там. Он очень высокомерный немножко. Путешественница, что тебя привело сегодня к моему дому? Вот, вам письмо от подарок от издательского дома Яя. Письмо от издательского дома Яя? Они же не просят меня снова сменить псевдоним. Я тысячу раз говорил им, что буду писать под своим настоящим именем. Ладно, ладно, давай посмотрим, чего они там написали. Читают письмо из издательского дома Яя. Они хотят, чтобы я судил в литературный конкурс. Не думаю, что у меня есть время, но, полагаю, я должен поблагодарить их в любом случае. А? Тут еще вот так много? Что это? Это творческие рекомендации? Мне нужно будет прочитать их повнимательнее. Спасибо, путешественница. Что ж, письмо Чан Девятого доставлено. Теперь возьмемся за Джин Юй. Давай пойдем в книжный магазин Вань Вэйни и расспросим их. Так, когда она говорила, что Чан Девятый не отвечает на письма с рекомендациями, я думал, что он специально их игнорирует. То он немного такой себе на уме чел. Но, судя по тому, что он заинтересовался вот этими творческими рекомендациями, которые мы сейчас принесли ему, он, скорее всего, просто не получал эти письма и вправду. Ну ладно, это не так уж и важно. Главное, что Чан Девятого мы сообщили. Теперь надо посетить книжный магазин Вань Вань. Я не знаю, сможем ли мы узнать, кто такой Джин Юй, но, надеюсь, нам скажут. Вот, не хотелось бы оставить писателя без подарка и без приглашения. Так. Вань Вань. Ох ты. Постой, это же Синцу. Да точно. Блин, я не вспомнил. Синцу, а у тебя я тут не ожидал встретить. Хм, эта часть написана действительно хорошим языком. Да и стиль достаточно оригинальный. Синцу? Ах, вот оно что, захватывающе. Синцу? А, это ты, Штар. Давненько не виделись. Судя по твоему приветствию, дела у тебя идут хорошо. Это меня радует. Что привело тебя сюда сегодня? Вообще-то, мы надеялись попросить тебя найти кое-кого для нас. Ты прочитал кучу книг, так что, наверное, знаешь его. Найти кого-то? Так вы ищете писателя? Ну что ж, спрашивайте, конечно. Мы ищем некого Джен Юя. Джен Юя? Где вы услышали? А это, слушай, не Син Сули использует этот псевдоним, а? Что-то уж больная реакция у него интересная. Да, вот же оно, напечатано книге «Легенда о клинке». Мы ищем этого Джен Юя, потому что нас попросили передать ему письмо из издательского дома Яевы на Дзуме. Так ты знаешь, что такое Джен Юй? Да, Джен Юя, о котором вы говорите. Мне так неловко, но это мой псевдоним. Блин, я так и подозревал, что это он, а? Что? Ты раньше не упоминал об этом? Ну, эта тема не особенно интересна. Когда-то редактор, отвечавшись за эту книгу здесь, в Ливии, сказал мне, «Антураж слишком диковинный, в то время как сюжет неожиданно банален. Это никому не понравится» и отклонил мою рукопись. Я решил не сдаваться, поэтому сам напечатал нескольких экземпляров и таком подложил их в книжный магазин Вайн Вайн, чтобы посмотреть, понравятся ли они кому-нибудь. Читателей у книги было немного, и я решил больше о ней не думать. Я и представить не мог, что она будет пользоваться таким успехом в Нодзуме. И все же мне очень приятно, что люди хотят читать мои сочинения. Я должен внимательно прочесть это письмо, путешественница. Спасибо тебе. О, достижение. Куда и кто? Достижение. Вы узнаете, кем является Джен Юи на самом деле. Блин, тут оказывается и достижение было. Но и неожиданно, что ты писатель. Хотя, в принципе, я мог бы догадаться. Мне все же интересно, как книга, которая написала, попала через океан в Нодзум. Может, какой-то проходящий мем торговец из Нодзума купил ее, чтобы потом увезти домой. Да, так и было, друг мой. Так оно и было. Так, отправимся к Каратане. Ты где-то, 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 где-то там. О, ты наконец вернулась. Как прошло? Удалось найти двух наших авторов? Да, все письма доставлены. Это замечательно. Что не сказали путешественницы? Они оба сказали, что прочитают письма очень внимательно. Отлично, отлично. Эх, как жаль, что они оба так далеко в Ли Юи. Не так просто собраться и проведать их. Особенно хотелось бы посетить господина Джан Юи. Его книгу «Легенду о Клинке» мы даже не от него получили, а от странствующего торговца. Потом, когда один из наших редакторов прочитал ее и оценил ее красоту, он был готов лично отправиться в Ли Юи, чтобы договориться о следующих книгах. Кто бы мог подумать? «Ситуация здесь постоянно менялась, и мы не могли никого послать в Ли Юи, а наши письма остались без ответа. Все, что нам оставалось, это просто опубликовать книгу, ведя при этом учет гонораров, причитающихся господину. Мы решили, что отправим гонорар, как только нам удастся с ним связаться. Ах, как здорово было бы, если бы господин Джан Юи мог присутствовать на этом конкурсе. С этими гонорарами уже нужно что-то делать». Может быть, будет продолжение этого квеста? Может быть, мы сможем передать гонорары Син Цу? В принципе, блин, можно было посетить. Награды репутации Надзума? Давайте-ка мы сейчас сначала репутацию Надзума сдадим, потом попробуем снова посетить книжный магазин Вань-Вань. Посмотрим, если бы там до сих пор Син Цу находится, попробуем с ним поговорить по этому поводу. Ну, по поводу его гонораров. Хотя он, может быть, сам теперь приедет. Приглашение от издательского дома Яи. Ага, это мы, значит, вот какой квестик сделали. Отлично. Репутация нам лишней не будет, репутация нам нужна. Так, давайте посетим на всякий случай этот магазинчик Вань-Вань, хотя вряд ли он там сейчас будет. Сильно вряд ли. Но посетить надо, на всякий случай проверить. Ну, думаю, раз уж он теперь получил письмо и узнал о том, что... Ну, да, его нету. И узнал о том, что его книга популярна в Инодзуме, он, скорее всего, сам туда отправится, может быть. Ну, или, может, как-то свяжется с ними. Ну, в любом случае, квестик мы выполнили и закончили. Репутацию получили за него. Теперь можно искать следующий квест. Спасибо. Спасибо.